Проверку полигона твердых бытовых отходов Собурова и прилегающей к нему территории на соблюдение требований противопожарной безопасности провели представители администрации Щелковского района и сельского поселения Гребневское, Госатмтехнадзора, МЧС и полиции. На территории проверялись возможные факты разведения костров, незаконного складирования горючих материалов, наличие грунта для осуществления тушения пожара, а также техники, экскаваторы, трактора. Антон Клюкин сообщил, что по результатам проверки за выявленные нарушения виновных лиц привлекут к административной ответственности. Проверяющие также проконтролировали выполнение руководством полигона мероприятий по отслеживанию весовых характеристик, поступающих на полигон отходов. Было отмечено, что при въезде на объект уже установлен пункт весового контроля, однако он еще не подключен к автоматизированной информационной системе. Кроме того, по словам начальника отдела экологии и охраны окружающей среды районной администрации Ольги Кострицкой, до конца этого года полигон должен пройти государственную экологическую экспертизу для подготовки проекта его рекультивации. Это строительство систем дегазации полигона. Тут будут предусмотрены проектом 63 скважины. Дегазация здесь по проекту будет пассивная, а не активная. И сбор и очистка фильтрата. То есть, соответственно, все воды будут здесь проходить очистку. По имеющимся планам, система дегазации, сбора и очистки фильтрата на полигоне твердых бытовых отходов Собурово будет введена в эксплуатацию в 2019 году. Андрей Циханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».